13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, напротив меня сидит мой коллега Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Олег, приветствую. Добрый день. Вначале я напомню, как можно с нами связаться. Во-первых, нас можно не только слышать, но и смотреть. На сайте eho.kirova.ru есть ссылка на онлайн-радио и видеотрансляцию. Пользуйтесь. Также есть возможность задать свои вопросы нашим гостям на сайте eho.kirova.ru в разделе «Анонсы». Сегодня этой возможностью воспользовались двое наших слушателей. И вот, знаешь, Олег, оба вопроса про падающий снег на малышей. Не зря мы с этой темы хотим начать. Да, не зря мы хотим начать с этой темы. Вот вопрос от мамочки. Олег, как вы считаете, кто все-таки виноват и должен понести наказание за пострадавших от снега детей? Хороший вопрос. Ну, такой, в бровь его глаз. Ну, ты как считаешь? Не, на самом деле, конечно, должны нести наказание те, кто вовремя не уследил, не убрал с крыши снег. Или не отследил, чтобы этот снег был убран. Да, и в данном случае, вот в случае, допустим, с городом Слободским, где произошла трагедия, и сейчас врачи будут за жизнь шестилетней девочки, там подал в отставку глава администрации города, и по главе города завтра будет в городской думе, как раз по Евгению Ручкову, решаться вопрос, поддержит его коллеги его отставку или нет. Да, он собирается вынести на думу вопрос о доверии себе. То же самое в отношении руководителя компании, которая обслуживала этот дом, да, в отношении него возбуждено уголовное дело, он взял под стражу. В Кирове была аналогичная ситуация с руководителем Лепси Уют. По случаю, который произошел вчера в детском саду на улице Попова, лишились своих должностей руководители этого детского сада заведующие и руководители управления образования города Кирова, Валерий Меркодочегов. Ну, то есть, в принципе, меры, наверное, адекватные. Говорю, наверное, по одной простой причине, что наказывать нужно необходимых людей. Ну, вот кого нужно наказывать в первую очередь, по твоему мнению? И меры должны быть адекватными, но увольнять за вот такие вещи, причем увольнять всю цепочку ответственных, да, я не считаю, что это приведет к должному результату. По одной простой причине, что невозможно уследить все и везде. Можно контролировать какое-то время определенные процессы. Можно контролировать сход снега с крыши, пытаться чистить эти крыши. Погода нынче у нас, сами видите, какая-то, да, четыре раза по тайке за год, и в результате крыши приходилось чистить четыре раза за год, все крыши в городе Кирове. То есть огромные финансовые затраты, они оправданы, они оправданы с той точки зрения, что каждая человеческая жизнь нас стоит несоизмеримо дороже. Но, когда мы бросаем все силы на то, чтобы оградить людей от падения сосулек и снега с крыши, прорывается где-то в другом месте. Где-то возникает, не дай бог, непредвиденный пожар, где-то, как в фильме «Дурак», вдруг обрушиваются стены, где-то взрыв бытового газа и так далее и тому подобное. То есть отслеживая и, опять же, ресурсы все, все внимание приковывая к одной проблеме, мы тем самым ослабляем внимание к другим проблемам, а их всегда бесконечное множество. И в данном случае, ну да, мы решили проблему, сняли накал тем, что уволили ответственного чиновника, а новый чиновник придет и точно так же будет получать по шапке, и точно так же, я уверен, будет падать снег с крыши, даже если каждый день с утра до вечера контролируют все крыши, все равно где-то не снег, так что-то еще произойдет. Это неизбежно, это, к сожалению, ну вот, фатум, да? Ну, то есть вы считаете, что ответственных чиновников увольнять не надо? Надо их наказывать. Как? Надо их наказывать рублем. Нет, подождите секундочку, девочка, в коме рублем наказать? Стоп, а увольнение, это, по-твоему, ну, это хорошая возможность, как бы, действительно, реабилитировать себя, снять с себя ответственность, но это изменит ситуацию, как ты считаешь? Коренным образом изменит ситуацию? Ну, я думаю, ребенок искомый, конечно же, от этого не выйдет. Новый человек, который придет, он сможет сразу же вникнуть во все процессы и радикально поменять систему там, очистки снега. А самое главное, то, о чем я тебе сказал, если следующий человек, который придет ревностно, начнет бороться со сходом снега с крыш, то, извини меня, все остальные проблемы вылезут тогда, как болячки на передний план, и мы будем страдать от чего-то другого, и люди будут гибнуть уже от других проблем. То есть нельзя таким образом, это как было с пожаром в этой хромой лошади в Перми, когда все бросились разом по всей стране смотреть, а где еще там возможны пожары в подобных учреждениях, да? И в результате были отвлечены силы от каких-то других, более насущных задач. Ну, это просто потому, что где-то в одном месте рвануло. Ну, хорошо, вот подожди, ты считаешь, что ответственных чиновников надо наказывать рублем, а уголовную ответственность должен кто-то нести? Вот опять же, уголовная ответственность. Сегодня как раз мы обсуждали это в редакции. Я не понимаю, за что людей, вот этих руководителей управляющих организаций сажают в СИЗО. Ты можешь мне дать объяснение? Дело в том, что в СИЗО могут сажать людей, которые социально опасны для общества. Людей сажать могут в СИЗО людей, которые каким-то образом могут повлиять на ход следствия, но они признали свою вину, могут сажать людей, которые могут удрать за границу, но это не тот случай. И вот это показушничество в подобных случаях, да, это паритетный ответ на события, которые уже произошли, и на трагедии, которые произошли. Я молюсь за жизнь, за здоровье тех ребят, которые, детей, которые, и не только детей, да, то есть было много случаев этой зимой, чтобы они выкарабкались, чтобы здоровье поправилось, чтобы они дальше шли по жизни. Но то, что вот такие вот методы борьбы с проблемой, они проблемы не решат, они могут их усугубить. Это, я считаю, это показуха чистой воды. Проблемы решаются не так. Если в семье у тебя возникает какая-то проблема, то кончились деньги, там, отец потратил все деньги. Он говорит, извините, я ухожу, я не справился. Приходит новый отец? Нет. Он должен взять на себя все бремя ответственности. Он должен сделать все для того, чтобы это больше не повторилось никогда в жизни. Проще всего в данном случае сказать, извините, я некомпетентен, я ухожу. Да, пусть кто-нибудь другой расхлебывает весь этот груз проблем. Это неправильный подход. А какой правильный, по твоему мнению? Я уже сказал, какой правильный. Да, должно быть суровое наказание, адекватное наказание, но не должно быть такого, что человека просто отпустили, до свидания, мы найдем нового, который справится с этой проблемой лучше. Это неправильный подход. Давай вот про СИЗО еще я уточню, потому что я не совсем поняла этот момент. Ты имеешь в виду, что на руководителей управляющих компаний надо заводить уголовные дела, но не надо их при этом сажать в СИЗО? Я не знаю, надо ли заводить уголовные дела, это не я определяю. Да, есть там ответственность, степень ответственности или нет, есть там умысел или нет в данном случае, или это халатность. Но то, как это делается, с каким, я не знаю, то есть все делается для того, чтобы показать, да, мы принимаем все возможные меры, мы даже человека посадили в СИЗО. Посмотрите, за то, что сосулька упала и... Олег, а если бы это были твои дети, ты бы так же говорил? Ты бы так же говорил, не надо его никуда сажать? А для чего? Для чего его сажать? Вот смысл какой? То есть сажают обычно меру пресечения арест, применяют для людей, которые действительно что-то, ну, как-то социально опасны. Да, в данном случае я бы заставил его работать в три ноги и оплачивать лечение этому ребенку. А сейчас он будет находиться в СИЗО, на государственных, извини меня, на государственных харчах, какие бы они ни были, да, и при этом государство будет оплачивать лечение ребенку. Это нормально? Мы два раза за счет налогоплательщиков решаем одну и ту же проблему. Это нормально? Вина искупается не тем, что ты самоустраняешься или тем, что тебя ссадят, а тем, что ты это время ответственности несешь дальше и пытаешься каким-то образом ситуацию исправить. Это мой подход. Я считаю, что, ну, на самом деле нужно, если кашу заварил, нужно самому ее попытаться исправить. Ну, то есть, вот ты говоришь, да, заставить этого руководителя управляющей компании оплачивать лечение ребенка. Ну, то есть, это получается, родители должны подать в суд на него и впоследствии этот суд выиграть. Юля, нормальный человек, вообще вменяемый человек, и я думаю, что это люди вменяемые. Они внесудебно это делают, посредством там, внесудебной процедуры. Ты знаешь, что это такое. Да, это зависит от человека. И я считаю, что это не те люди, которые будут увиливать, сбегать за границу, да, от этого, от своей ответственности. Тем более, что они ее признали. И я думаю, что они там возьмут кредиты, продадут свой дорогой автомобиль, но будут поддерживать интенсивный курс лечения этих детей. Это более, ну, разумный, вменяемый вообще выход из ситуации. Ну, очень приятно слышать, что ты настолько веришь в людей. Остается пожелать, чтобы эти люди соответствовали твоей вере в них. Я тебя еще хочу, Олег, спросить про Слободской. Ты все-таки сам оттуда. Я думаю, что ты знаешь, как там обстоят дела, наверное, и знаешь лично, и главу города, и главу администрации. Вот ты сказал про показуху. Я сказал про показуху в отношении тех руководителей обслуживающих организаций, которых показушно посадили все. Я поняла, да. Я не понимаю вот этого. А вот скажи мне, пожалуйста, не считаешь ли ты показухой реакцию чиновников в Слободском? То есть, да, увольнение главы администрации города и решение главы города вынести на Гордуму вопрос о недоверии себе? Я не считаю это показухой, это идет от сердца, да, это действительно их решение, ну, такое ответственное решение, наверное. Но вообще на месте... Ну, Сергей Кашин подписывал заявление об увольнении сам Евгений Рычков. Не думаю, что его надо было подписывать. Раз. Во-вторых, на месте депутата в Городской думе я бы тоже весь раз подумал, надо ли освобождать от должности главу города. А если? В данном конкретном случае я уже объяснил, почему. Человек должен свое бездействие или там халатность или что-то еще на своем рабочем месте дальше исправлять, а не уходить от вот этого прямого удара. Это мое мнение. Я вижу несколько другие причины тут на самом деле вот этих отставок. И то, и другой. То есть я считаю, что это на самом деле не всего лишь повод для отставки, а причины кроются гораздо глубже в других совершенно вещах. Не буду раскрывать карты, я думаю, что я просто колонку напишу на этот счет, почему произошли вот эти отставки в Слободском, почему произошли отставки там в Кирове и так далее. Ну ты имеешь в виду конкретно про Слободской, что эти люди давно хотели бы уйти в отставку, но использовали эту ситуацию как повод. Не хотели бы. Но я думаю, что была воля для того, чтобы отправить их в отставку. Воля. Давай не будем развивать эту тему, я просто предлагаю вот как бы, ну такой... Ну тогда напиши в колонке. По завесу загадочности, я не истинно в последней инстанции, это всего лишь мои там догадки и подозрения, но я считаю, что здесь есть более глубокие причины, чем просто вот этот трагический случай. Олег, вот ты сказал до этого, что если мы сейчас резко бросим свое внимание на крышу, то прорвет где-то в другом месте. Несомненно. А как тогда построить эту систему? Потому что у нас с неба, ну не с неба, с крыш падает снег. Под ногами у нас адский гавалет. Несколько моих знакомых, сослуживцев, коллег лежат сейчас со сломанными ногами. Я, конечно, сейчас получу по полной программе от радиослушателей, но я считаю, что в данном случае это как участковый, невозможно полицейских поставить на каждом углу для того, чтобы не было там грабежей и избиений. Да, есть там отряды ДНД, но это взаимодействие полиции с обществом. Так и здесь. Общество должно принимать в этом активнейшее участие. Если вы видите, что у вас на крыше есть неупранный снег, который вот-вот обвалится, вы должны знать телефон, которому вы звоните, и в течение 20-30 минут, как скорая помощь, должны приехать ребята с лопатами, ломами, оцепить территорию и убрать этот снег. Только в этом случае, если будет взаимодействие общества и в данном случае муниципалитета или обслуживающие организации, вот тогда мы добьемся полного успеха. Если люди будут только смотреть телевизор, извини меня, лузгая семечки, и наслаждаться тем, как снимают того или иного руководителя, а вместо того, чтобы посмотреть, а как же у них с крыши обстоят дела, то вот так оно и будет происходить дальше. Тоже, ну то есть гражданин, он сам несет, ну то есть все мы граждане, и люди, которые во власти, те же самые граждане, те же самые жители города, они наделены полномочиями, у них есть деньги. Но этих денег на все не хватит точно. То, о чем я говорил, бросить все силы на крышу, где-то прорвет, да. И в данном случае граждане своими сигналами должны помогать. Вот если был звонок, да, зафиксирован, и организация не предприняла усилий для того, чтобы этот снег убрать, вот тогда, извини, нужно руководителей этой организации садить там и наказывать по полной программе. Но если звонка не было, и, соответственно, это, ну, естественно, руководителю организации нужно быть в курсе. В каждой крыше и прочего, да, каждого дымохода, и где не упран снег, и где гололед, но везде он физически быть не может. А мы, граждане, на то и существуем, чтобы позвонить и сказать, ребята, уберите, иначе до беды дойдет. Здесь люди падают у нас. Нет, ну, знаешь, вот такая немного странная логика, да, вот если взять, допустим, мою работу, да, я работаю пиарщиком, я знаю, что, например, в год по моим оценочным показателям у меня должно быть такое-то количество упоминаний и компаний в СМИ. Так и точно так же каждый руководитель управляющей компании точно знает, что у меня в районе вот столько-то крыш, и они все должны быть почищены. То есть я сегодня чищу 10, завтра 10, послезавтра еще 10. Нет, не так? Ты представляешь, как устроена вообще любая организация? Если у тебя вдруг падает объем работы, который не соответствует твоему бюджету, что ты будешь делать в этом случае? Ну, так, представим себе. Вдруг упала дополнительная нагрузка, а бюджета на это нет. Ресурсов нет. Ты будешь людей нанимать бесплатно. Нет, почему? Я буду искать возможность это выполнить. В данном случае возникла как раз такая ситуация, когда есть определенный бюджет, но сосульки пришлось сбивать в этом году 3-4 раза с крыши и снег убирать. Потому что он растает, выпадет снова, растает, выпадет снова. Ну, действительно, авральные, там, экстремальные условия. И в этих экстремальных условиях власти в одиночку не справятся. И управляющие компании, какими бы золотыми они ни были, бессеребрянниками, альтруистами, с утра до вечера стояли у каждой крыши, если граждане не окажут хотя бы информационную поддержку, не справятся. Я тебя уверяю. На твоем доме, Олег, убран снег? На моем доме снег убран. Точнее, он упал сам, потому что у нас, да, у нас есть пространство для маневра. То есть нет таких площадок, где снег бы падал тебе на голову. Но таких домов немного. В Кирове, да, в основном все-таки люди ходят прям под крышей, прям под сосульками. То есть ты сам вот так регулярно в свою управляющую компанию не звонишь? По этому случаю нет. По другим, да. Ну, хорошо. Я говорю, речь в данном случае не о снеге и сосульках. Речь идет о том, что мы сами тоже являемся хозяевом своего дома. И мы сами должны смотреть. Не опасно ли это для нас. Но если мы сделаем работу сами, за что мы платим? Я говорю, самое ужасное зло в нашем обществе это то, что мы скинули с себя всю ответственность и говорили, вот есть люди, которые получают зарплаты, пусть они отвечают за мое благополучие, при этом я снимаю от себя ответственность, всю ответственность, потому что я заплатил. Так это ведь действительно так. Они ведь действительно за это получают зарплату. За что? За работу, за объем работы. За объем работы. Это кратно увеличивается. Значит, придите, пожалуйста, ко мне, скажите, ребят, скиньтесь, и я уверена, жильцы скинутся на то, чтобы их крышу своевременно очистили от снега. Нет, не так? Ну, давай, этот спор может длиться бесконечно. Я высказал свою позицию, я говорю, что недовольных и несогласных с моей позицией будет масса. Но в любом случае нужно людям какую-то тоже заботу о своем здоровье тоже проявлять. Хорошо, я тебя услышала и напомню, что это особое мнение Олега Прохоренко. До рекламы я хочу еще с тобой поговорить о твоей колонке. Тоже, кстати, резонансная, потому что я буквально перед тем, как идти в эфир, получил гневное письмо от человека, который несколько лет работал предпринимателем. Но это значит, что люди неравнодушны. 15 лет, да. Я всегда очень признателен людям, которые неравнодушны. Давай я расскажу о чем. Для тех, кто не знает, в новом номере газеты «Бизнес-новости» ты написал колонку в том числе и о штрафах за нелегальное предпринимательство. Их размер сейчас составляет, я цитирую тебя же, от 500 до 2000 рублей. Вот ты поддержал инициативу сенатора Олега Казаковцева о том, чтобы размеры таких штрафов составляли от 30 до 50 тысяч рублей. Вот ты считаешь, что сейчас самое время вводить такие штрафы за нелегальное предпринимательство? И знаешь почему? Ты мне сейчас расскажешь. Я об этом в колонке говорю как раз. Если мы вводим сейчас двухлетний период налоговых каникул, ты знаешь об этом? Да. Когда для ИП, вновь зарегистрировавшихся, работающих по патенту и упрощенке, вводится налоговая каникулу, два года они не платят налоги, только страховые взносы в пенсионный, в фонд соцстраха и так далее. То одновременно с этим нужно ужесточить меры для того, чтобы люди, которые работают нелегально, которые получают, ну мне сложно как бы оценивать, потому что уровень доходов у всех разный, но предположим, человек в своем гараже открыл авторемонтную мастерскую или делает ремонты. Да, сплошь и рядом. Сколько объем доходов, ну примерно, месяц у него может быть? Примерно. Ну сложно предположить. Я думаю, что ради 10 тысяч, 15 тысяч рублей он даже маракоцей не будет, да, Свети? Заниматься этим. Ну я не специалист, мне действительно очень сложно. 10, 40, может быть 50 тысяч рублей. И он с этих денег он не платит государству ничего, ноль. 27 процентов жителей области действуют ровно так. Да, они нигде не зарегистрированы, нигде не работают, нигде не числяют никаких налогов. При этом требуют строительство детских садов, открытие новых городов, ремонт дорог, очистку, ну за крышу ладно, мы платим, да, вот те места общего пользования, которые из бюджета идут, да, вот за эти места общего пользования. Место в школе бесплатное образование, желательно, и так далее, и тому подобное. Вот кто должен ему это оплачивать? Получается, это оплачивают те библиотекари, библиотекари, которые получают 10 тысяч рублей и отчисляют НДФЛ, да, то есть люди, нищие фактически, бюджетники, отчисляют этот налог и оплачивают сносное существование этому товарищу. Это нормально? Да, это, конечно же, не нормально. Для этого государство сейчас говорит, окей, на два года мы даем вам каникулы, но я не думаю, что люди, которые максимум, что могут заплатить, это 2 тысячи штрафа за то, что вскрыли его нелегальный бизнес, что люди пойдут и зарегистрируются как ИП, даже если им дадут двухлетние каникулы. Вот по этой самой причине А это потому, что эти люди не уверены, что им не завинтят гайки. Вот. Таких и не завинтили. Поэтому я поддерживаю, всецело поддерживаю вот эту вот идею Олега Александровича Казаковцева. Это на самом деле направлено не против бизнеса. Бизнес, который платит налоги, он наоборот оказывается ущемленным и в неконкурентной ситуации. Есть автомастерская, да, легальная, которая отчисляет, автосервис, которая отчисляет налоги. И, соответственно, услуги его стоят дороже, чем у этого товарища, который открыл автосервис в гараже. Но народ идет к нему. Почему? Потому что дешевле, потому что он налогов не платит. и обращается там к тем людям, которые сделают ремонт дома. Ну, знакомые там. Они поменьше возьмут, им же налоги платить не надо. Потом мы задаемся вопросом, почему у нас в бюджете нет денег на то, на другое, на третье. Это цепочка. И каждый человек оценивает почему-то со своей колокольни. Да, я меньше заплачу. Окей, это супер. Олег, когда ты сам последний раз сделал дома ремонт? Ну, давненько. Вот к кому ты обращался? Я на самом деле давно не делал ремонт. Как правило, делал там своими силами и силами моих близких родственников. Поэтому в данном случае я не привлекал никакие организации. Но, как любой нормальный человек, гражданин, да, наверное, буду искать подешевле. Это нормальное состояние человека. И если найдется бригада, ты будешь задавать им вопрос, сколько стоят ваши услуги? Или ты будешь задавать им вопрос, ребята, вы платите налоги? Естественно, нет. Точно так же, как с репетиторами, точно так же, как с ремонтом одежды. Для человека это естественное состояние найти услугу дешевле. Но я тебе о чем и говорю, что если мы хотим, чтобы у нас было образование, здравоохранение и благоустройство, то тогда откуда-то эти налоги должны браться. Нет, ну просто тогда надо начать с себя и в следующий раз, когда ты, например, захочешь сделать ремонт или отремонтировать свою машину, надо приехать в сервис, который платит налоги. Я купил машину в легальном сервисе, ремонт, ну, не нанимал никого. Я предлагаю на этом прерваться. Нам нужно сейчас идти на рекламу. Это особое мнение Олега Прохоренко. Сейчас мы уходим на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в студию. Это программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева и напротив меня все так же сидит главный редактор газеты «Бизнес-новости» Олег Прохоренко. И мы продолжаем про нелегальное предпринимательство. Вот, Олег, ты сказал, что у тебя есть отзыв твоего читателя на твою колонку. Вот что тебе пишут? Некий Калышницын АГ. Сегодня, если он слушает программу, то просто ему тоже как бы отвечу. Ну, ответил фактически уже своим выступлением. Он считает, что... Порадовался за мой молодой патриотизм, хотя, ну, хорошо, что считает меня молодым. Это всегда приятно. У нас нет дорог медицины и образований из-за отсутствия налоговых платежей от ИПС. Супер! Был ИПС с 97-го до 2012-го года. Платил налоги. Справедливые. Но когда наш премьер поднял их выше дохода, пошел и сдал корочки. Понятно, о чем речь. О повышении страховых износов. Действительно, ситуация была и продолжает быть несколько, так сказать, неадекватной к существующему положению дел. Потому что ИП, они... Ну, в данном случае проще всего взять и уйти. Если это ОООшка или какое-нибудь акционерное общество, они вряд ли закроются. Закроются, они будут пытаться как-то выживать. ИП в данном случае проще закрыть бизнес и им не заниматься или заниматься нелегально. Но, к сожалению, что произошло, то произошло. Да, в данном случае, как бы, правительство решило, что так будет лучше. Хотя я сомневаюсь, что какой-то позитивный эффект от такого кратного увеличения страховых износов имел место. Скорее наоборот. Большая часть, мы знаем, да, статистику. ИП закрылась. Вот. И далее. Я 15 лет кормил свою семью и семьи моих подчиненных. Платил НДФЛ, пенсионные взносы. Теперь не работаю. Действующее правительство решило отказаться от моих денег. Не надо, так не надо. Ну, вот такая, как бы, такая позиция. Я ее принимаю, там, уважаю. Ну, скажем так, уважаю, но не принимаю, да. То есть мне, и я обосновал свою позицию, я не понимаю, как нормально может человек существовать и требовать чего-то, если он сам не вносит свою адекватную лепту. Ну, соответственно. И вот почему настаиваю на том, что нужно ужесточать вот эти вот меры против нелегального предпринимательства именно сейчас, еще раз акцентирую внимание, потому что даются двухлетние налоговые каникулы. Понятно, что они когда-то прекратятся, но за эти два года, если ты предприниматель, если ты считаешь, что к этому времени кризис, дай бог, пройдет и ты сможешь развиться, да, то ты потом будешь платить налоги. Ну, патент – это не такие огромные налоги. Нужно отдавать себе отчет, патент – это все-таки там небольшая сумма, там больше платишь во всякий страх… – Соцстрах. – Соцстрах в пенсионный фонд, чем за этот патент. Больше платишь аренды, опять же, за помещение. И ужесточать наказание надо. К сожалению, у нас популистская Госдума, которая там… Некоторые вещи там… Ужесточают наказание страшно за вождение в нетрезвом виде, там и так далее, а вот здесь они считают, что защищают предпринимателей, хотя я считаю, что они не защищают, а делают неконкурентно эту среду предпринимательства. – Олег, смотри, тут ко мне приходил Михаил Курашин, и он в этой самой студии говорил, что лучше теневое предпринимательство, чем вообще никакого, в том смысле, что нелегальные предприниматели там не стоят на учете в службе занятости, не просят денег у государства, вот с этим ты не согласен тоже? – Они и так не будут получать, собственно говоря, особо денег, но я не согласен с диспропорцией, что человек, который официально работает на официальной работе, с маленькой зарплаткой платит налоги, а человек, который получает в принципе неплохие доходы, не может пойти и заплатить за патент, ненормально, неадекватно, или человек, который имеет три квартиры, все их сдаёт, получает неплохие, в общем-то, барыши, он что, не может заплатить налог с этого? – Может, но он не будет этого делать, пока он знает, что 500 рублей заплатит, даже если его вычислят. – Тьфу, десять раз, я заплачу десять раз эти 500 рублей, потому что каждая квартира в месяц стоит от десятки в найм, нормально. И получается, что битый небитый везёт, то есть самые нищие слои населения, но не самые нищие, чиновники тоже платят налоги, потому что работают в органах госвласти, оплачивают существование тем, кто этих налогов не платит и так получает теневых денег неслабо, честно говоря. – Хорошо, я поняла твою точку зрения, Олег. – Я просто против социальной несправедливости в данном случае. – Поняла я поняла твою точку зрения. – Напротив, ужесточение, увеличение налогов, налогового времени на предпринимателей, абсолютно не понимая то, что произошло в 2012 году, это тоже надо как бы… Я не знаю, зачем это было сделано. – Ну, очевидно, решили так проэкспериментировать, но я боюсь, Олег, что мы с тобой здесь правда никогда не узнаем, да, мы можем об этом порассуждать. – Вот, я думаю, ты слышал о том, что Дмитрий Русских, депутат УЗС, заявил о том, что не будет переизбираться больше и готов завершить карьеру депутата. – Слышал? – Вот как ты к этому заявлению относишься? – Ну, тут называли это пиаром, я пиаром это не считаю, почему, потому что если бы он выпустил какую-то депешу, разослал петицию посмешно, я больше не буду работать депутатом потому-то и потому-то, а он на самом деле просто сказал об этом в эфире «Эхо Москвы», и я думаю, что, говоря это, имел какие-то уже резоны и действительно принял для себя решение, а это не пиар, если ты принял для себя решение, и действительно не будет баллотироваться, мне очень жаль, если это действительно произойдет, почему, потому что у нас не так много ярких спикеров, ораторов, людей, которые пытаются тормошить власть, не раскачивать лодку, именно тормошить, покусывать, чтобы она не дремала, чтобы она работала. Да, то есть он находит какие-то такие поводы, я не всегда согласен с его позицией, надо понимать, некоторые вещи вызывают у меня удивление, некоторые возражения, но в целом и в общем я считаю, что таких активных людей, наоборот, в парламенте должно быть больше, в местном парламенте, региональном, то есть это должна быть действительно площадкой для дискуссий, только тогда законы, которые принимаются на местном уровне, они будут адекватны, к существующему положению дел, не абсурдны, а взвешены, выверены и приниматься на благо большинства людей. А ты знаешь, в интернете я читала еще такое мнение, читала и про пиар, конечно же, и пользователи некоторые пишут в комментариях о том, что вроде как Дмитрию Русских не от кого избираться, потому что с коммунистами вроде как конфликт, а идти самовыдвиженцам – это нужны достаточно серьезные ресурсы. Вполне возможно, хотя на месте других партий я бы подумал и дал ему площадку, вот той же ЛДПР, справедливая Россия, если уж не единая Россия. То есть он яркая личность, он потянет за собой избирателей в том числе и это не проблема на самом деле, то есть я не вижу в этом проблемы большой, почему, потому что и ресурсы у него самого кое-какие есть, и есть партии, которые, я уверен, были бы готовы его перетащить к себе, переманить, здесь, наверное, может быть какая-то усталость и очевидность того, что не пригодился или не был услышан, не был востребован настолько, насколько он себя видел. Олег, вот у нас осталось с тобой 4 минуты, я хочу еще кратко с тобой поговорить о заморозке цен в магазинах. Вот тут недавно депутат Госдумы Кирилл Черкасов высказался о заморозке цен в магазинах федеральных сетей. Он сказал, что решение федеральных сетей зафиксировать стоимость ряда продуктов на 2 месяца – это пиар в рамках подготовки к более серьезным решениям. Вопрос, который мы будем ставить, это определение перечня продуктов и товарных групп, где мы предлагаем ввести заморозку не на 1-2 месяца, а до нового урожая. Согласен с этим? Абсолютно нет. То есть я абсолютно не согласен с любыми видами заморозки и уже аргументированно говорил об этом и в колонке своей, и здесь в эфире. Здесь должна быть другая работа. И Артем Владимирович Молчанов, на мой взгляд, человек, который занимается контролем сейчас цен, мониторингом и антимонопольным, антикостельным отслеживанием случаев, когда монополисты пытаются перегнуть палку, он абсолютно прав. Говоря, что должна быть просто, и я говорю об этом же, что должна быть свободная конкуренция, это очень конкурентный рынок. Если мы начнем замораживать цены на определенные виды продуктов, то первыми у нас повалятся местные ритейлеры. Останутся только федералы, потому что они это сделать могут, они могут демпинговать на одних продуктах, на других выигрывать, увеличивая ценники. То есть это очень хитрый такой ход по завоеванию рынка. Делать надо следующее, нужно вычислять тех оптовых торговцев, у которых сфокусирован наибольший объем рынка по определенным позициям, по определенным продуктам, и у них отслеживать вот эту маржу, чтобы она не превышала определенные показатели, но не конечных, ни ритейлеров, ни в коем случае, потому что здесь мы можем поставить под угрозу вообще отрасль торговли как факт реальности. Если уйдут местные торговцы с рынком, мы знаем, что произойдет. Следом уйдут те, кто поставляет им продукты питания, переработчики местные. Будут федералы, окей, а все остальные люди пойдут вот как раз в данном случае на биржу труда. Те, кто работали в переработке, в сельском хозяйстве, в местном ритейле. Слушай, а тут вот предложили еще губернаторов наделять полномочиями по привлечению к ответственности за повышение цены на продукты в магазинах. Вот это вот как, по твоему мнению? Я все это считаю полным бредом. Полный бред. Если мы хотим прийти к карточкам и распределению продуктов по талонам, окей, давайте замораживать цены и жить при коммунизме. То есть это вот кратчайший путь туда. Да. И минимум ассортимента дешево, сердито, может быть, иногда даже вкусно. Если мы все-таки живем в рыночной системе, то здесь надо отслеживать сговор. Сговор оптовых поставщиков. Вот чтобы его не было, чтобы была конкурентная среда как среди оптовиков, так и среди розницы. И тогда сами розничные торговцы, они, думаешь, заинтересованы загибать цены? Да нет. Они вот в конкурентной среде, они наоборот будут думать, как снизить издержки, как сделать товар подешевле, чтобы люди шли к ним. Но это нормальная ситуация в конкурентной среде. Рынок, он все равно в данном случае определяет. Есть секторы экономики, там та же нефтянка, бензин, там где надо отслеживать. Те же там лекарства, фармации, но не в продуктовом ритейле. В продуктовом ритейле должна быть свободнейшая конкуренция и никаких ограничений по ценам. Потому что заморозив цены, мы их и снизить не сможем, если вдруг эти продукты начнут стремительно дешеветь на мировом рынке. Сможем, а не заморожены. И вот на этом я предлагаю закончить. Это особое мнение главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове Олега Прохоренко. Олег, я благодарю тебя за эфир. Спасибо. Черезчур эмоционально получился. Спасибо, хорошего всем дня. Да, эфир для вас была Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.